СОЦИАЛЬНАЯ КОЛЛИЗИЯ Она состоит в том, что истина одна И если я, допустим, считаю себя, что я знаю истину А другой человек говорит нечто иное, чем то, что я говорю То значит просто другой человек либо лжет, либо ошибается То есть в самом непонятии истины уже содержится вот это социальное противостояние людей В силу только того, что истина одна Ну, возможно, еще третий вариант Что он более точно знает истины, чем ты Что ты либо ты лжешь, либо ты ошибаешься Это тоже возможно, да Теперь по поводу более точного и менее точного понимания истины Я сначала это сказал по поводу истины, чтобы было как-то более понятно Да, теперь перейдем на религиозный язык Религиозный язык, это означает, что Бог один И если я верю в истину Бога, то другой человек, который верит в другого Бога, верит не в Бога, а верит в сатану, в демон Верит, выдал какого-то Ну, я думаю, что это упрощение Нет, это не упрощение Дело в том, что Откуда вообще берется такие вещи, как религиозные войны Религиозная нетерпимость Вообще говоря, религиозная вражда Не надо думать, что люди глупы Что они неправильно понимают заповеди, которые какая-нибудь конкретная религия, допустим, христианство им проповедует Нет, дело не в этом А дело все в простом понимании того, что если я в истине То есть, допустим, я правослан человек Если я в истине, то другой человек, который в лоне другой религии Допустим, иудаизма, мусульманство, хотя не обязательно, может быть и католичество Он верит в другого Бога У него истина Искажена Я не согласен Потом выскажусь Нет, ну а ты сразу выскажусь Потому что здесь в чем проблема состоит? Проблема состоит в том, что Когда я вначале говорю, что истина одна То на религиозном языке это означает, что Бог один Нет, у меня более, скажем так, скользкая позиция Более обтекаемая Я считаю, что все люди, которые живут на земле В той или иной степени пребывают в истине То есть, Бог может делиться? Нет, вопрос только о степени этой истинности Естественно, в каждом вероучении, если говорить о религии Содержится, или в каждой интерпретации какой-то научной истины Содержится большая или меньшая степень истинности Исходя из этого, как бы все религиозные войны, конфликты и так далее Происходят от ограниченности человеческой, от фанатизма И как бы от лени, от элементарной лени Просто большинству людей, к сожалению, пока еще не живут напряженной духовной и интеллектуальной жизнью И удовлетворяются пережеванным мякишем, который им вложили в рот старшие товарищи По религии или по науке И когда, так как это все глубоко не продумано, не осмысленно Никакого внутреннего духовного, интеллектуального движения нет То есть, человек сам не является каким-то путем Он просто живет, как скотинка Но у него вот что-то там за жизнь напихали В школе, в институте, еще где-то там, по работе Вот что-то напихали, он все как-то это по полочкам разложил Вот, в этом закостенел И все, кто с этим не согласен, он считает врага Вот я и хочу тоже высказаться Я вот думаю так Что на самом деле человек, который пребывает не в той истине Которая, как мы думаем, что она истина Да, он находится в заблуждении И он не знает об этом То есть, он не намеренно верит в того Бога О котором мы думаем, что он заблужит Ну, как бы, что он ложно верит Не в того Бога Он об этом не знает Он думает, что он истинно верит Потому что, когда вот я ходила в секты Я же раньше разные секты посетила Ну вот, конечно, я верила в Бога Я знала Иисуса Христа Но я попала в этот буддизм Ну, я тебе рассказывала Когда там ставили вот эту вот фотографию Будды большую Вот такую Ну, как это В рамочке все И надо было вот так вот поклоняться Вот так вот Я не знала, что это поклонение, как бы И потом это Вот меня привели туда Да, и я как бы вообще даже не знала, что вообще какая-то ерунда Ну, ты только подтверждаешь мои слова Что от ограниченности Я как бы, да, я в заблуждении От своей ограниченности Я не знаю, что это неправильно Что туда не надо ходить От того, что они научили мыслить От того, что ты не умеешь думать От того, что ты не любила читать книги в свое время Ничего не знала Хотя нет, я знала, что Иисус Христос как бы Господь Да, ты как бы столкнулась в буддизме с какой-то там неприятной сектой И прокляла весь буддизм Хотя буддизм прекрасен То же самое ты могла в христианстве Я не проклянула слова, нет То же самое в христианстве ты могла столкнуться с каким-нибудь плохим священником И проклять христианство Что очень часто бывает Приходят люди в храм Ну да, и говорят, я больше ходить туда не буду На жуткого священника, да, и у них Но это ограничено Ну, давайте к бытовухе как бы не связываем Ты просто мнение высказала На самом деле это мнение неправильно Если считать, на самом деле, что все проблемы, какие у нас существуют в цивилизации Вызваны только неграмотностью Там, как бы Ограниченностью там Сознания Ограниченностью кругозора и прочего И прочего То было бы очень просто все это решить Просто надо было бы всех тогда просветить Как бы все проблемы решились В свое время Восемнадцатом веке Как бы такая Теория была Я уже говорил про это Да, в Европе Была эпоха такая просвещения Подожди, казалось Я просто объясню Сказалось, на самом деле Что если мы Вот этот темный народ Как бы научим Объясним им Как бы В чем состоит Ну, как бы Даже не то В чем состоит истина Если просто мы его научим Читать, писать Что-то там Расширим и кругозор Объясним им Какие-то там элементарные вещи То со временем Силу вот именно того Что они перестанут быть темными Да, вот все проблемы решаться Я говорил не об этом Тут просто есть Существенная разница Людей научили читать Писать Просветили Но они от этого Не стали Людьми духовными Людьми у которых Есть внутренний путь Я не знаю Откуда этот внутренний путь В людях дерется Почему-то у одних он есть И они этим занимаются У других его нет Ну как Еще раз говорю Что Ну вот полным полным Другой человек Который будет верить Другого Бога Будет считать Что у тебя Духовного пути нет Ты будешь считать Что у него Он будет считать Что у тебя Как вы будете С друг другом Соотноситься Ты будешь говорить Как вы будете Друг другу доказывать Кто из вас духовный Понимаешь Суть вопроса В чем состоит Вот другой человек Верит другого Бога У него другого Другая религия Другой культ Все другое Он просто Живет в другой культуре Как ты ему будешь Объяснять Что его Бог неправильный Что его Верование Это не истина Ложно Нет Я объясню А твоя Более истина Каким образом Я объясню Можно же Искать Чем мы отличаемся А можно искать Чем мы похожи Я общался С мусульманами С разными В частности Здесь Когда у Игоря Работал Парень Он даже Собирался Не террористом Ставим С чеченцами Познакомился Ну не террористом Короче Преступник И Мы нашлись Ты опять на быту алуху Ну какая разница Давай сразу Я привожу Конкретный пример Это же реальный опыт Научный Какой это научный опыт И хотя это опыт Тракторичный Тебя Это опыт показывает Что с человеком Можно договориться Ну и что это Желание И тем не менее На самом деле Люди не могут договориться Франциск Оссийский Приехал к мусульманам Про поведение Никто не говорит Еще раз Никто не говорит Что отдельные люди Не могут договориться По факту У нас существует Разногласия Существует Непримиримая Борьба Но если хоть один Может Значит это возможно А кто говорит Что невозможно Ты какой-то странный Разве речь идет о том Что это невозможно Речь идет о том Что по факту Несмотря на то Что это возможно Нет примирения Существует Взаимная неприязнь По факту Безотносительно того Что кто-то где-то там С чего-то осознает И кто-то что-то Может принять и прочее. Я хотел, и я поэтому не могу свести это к какому-то бытовому, там, не знаю, ограниченному кругозору. Мне, на самом деле, такое объяснение ничего не говорит, потому что по факту это не так. Многие люди очень образованные, даже, я сказал, высокообразованные, много что читали, знают языки, тем не менее, всё равно непримиримо. Понимаешь? Всё равно. Потому что вопрос не в этом, потому что есть сущностная какая-то причина того, почему это так. И сущностная причина является, как я хочу показать, понятие того, что если человек знает, что он в истине, то всё другое, всё, что отличается от него, по факту его положения, является неистиной, ложным. Что значит, что человек знает, что он в истине? Ну, какой-нибудь человек, принадлежащий какой-то религии, поклоняющийся какому-то Богу, знает, чувствует, что он в истине, что вот его способ верования, его представление о мире, о Боге, вот они истинные. Ему это доказывает, его культура, в которой он принадлежит, ему доказывает его личный опыт, к которому он причастен и прочее. Ему бесполезно говорить о том, что вот вы ошибаетесь, на самом деле истинно в другом. Так а если расширить этот опыт? Ну что расширить? Расширить его культуру. Еще раз говорю, он точно так же попытается тебе расширить культуру. Он скажет, а вот ты, наоборот, не в истине. Как вы будете друг другу доказывать, кто из вас прав-то? Он скажет, давай, Валентин, я вам расширю культуру, может, вы станете наконец мусульманами, поверите в истинного Бога. Сколько уже можно блуждать? Сколько можно заблуждаться? Еще раз говорю, дело здесь не в какой-то темности отдельных людей. Потому что и очень светлые головы, и даже, я бы сказал, ученые головы, все равно непримиримо рассматривают свою позицию как истину, а чужую – как ложную. Непримиримо. Их ничто не может примирить. Конечно, можно здесь говорить, как ты говоришь, о степенях. И вот это явление куменизма, оно как раз возможно. Это один из способов его трактовать. Состоит в том, что действительно, поскольку Бог трансцендентен, поскольку Бог – это абсолютное существо, а люди – конечные, люди – это ограниченные существа, то, конечно же, люди понимают Бога в силу своих возможностей, своих способностей. И понимают ограниченно. И поэтому разные люди разных культур видят Бога сквозь призму своих представлений, своей культуры, своего опыта. Не только личного опыта, но и опыта народа. Исторического, культурного. И поэтому Бог, вот этот один, трансцендентный Бог, преломляется в разных культурах, в разных исторических эпохах. Он по-разному преломляется. И мы видим поэтому такое многообразие религий. Хотя Бог – один. вот одна из позиций экуменизма, который именно обосновывается на основании того, что дело не в том, что богов много, а дело в том, что просто людей много, и люди по-разному смотрят на них. Но! Но! Тем не менее, да, тем не менее, вот этому экуменизму со стороны, как бы, верующих существует, даже, например, в православии существует очень сильно сопротивление. Потому что… Потому что экуменизм требует признать, на самом деле, что вот, например, то, во что верят православные, и в каком-то отношении является относительным. Это не абсолютная истина, да, это вот… не истина, в которую нужно прибыть, да, как бы, а это нечто, как бы, что, вообще говоря, само по себе может оказаться не совсем точной истиной, да, там, не вполне истиной, да, если выражаться аккуратно. Потому что если такой человек допускает, что рядом с православной истиной может стоять, там, католическая истина, там, истина, буддистов, мусульман и прочее, тогда он допускает, на самом деле, вот некую релятивность и любой истины, да, там, любой религии, потому что любая религия, фактически, это есть некое такое приближение вот к этой абсолютно трансцендентной истинности Бога. То есть хорошая позиция чего-то. Нет, ну это же, ещё раз говорю, просто допущением вот такой позиции, тем самым и православной, как одна… Ну, я просто беру православную для того, чтобы как-то на чём-то акцентироваться, да, вот каждый православный должен понимать тогда, что и само православие – это некого рода относительная истина, да, это не… Потому что, вот, например, если взять православие, да, то православие – вообще консервативная религия, и её консерватизм базируется на том, что однажды была обретена истина, и к ней уже не добавить, не прибавить, да, и любой модернизм, да, любое уточнение этой истины – это есть не что иное, как подрыв вот этого изначального истинного знания. Потому что, как бы, вот, истина однажды, там, на соборах, в присутствии Духа Святого, да, была провозглашена, во символе вере, это вот, как бы, сконцентрировано, да, как бы, вот, явлено, и уже ничего нельзя прибавить, не убавить. Поэтому, когда католики… Откуда такая, вот, со стороны православных… Ну, вообще, в догматике, как бы, нет такого, что ничего нельзя прибавить от Бога. Нет, есть, на самом деле, те лагумены. Те лагумены, да. То есть, есть некоторые вопросы, по которым не дан однозначный ответ, просто потому что мы не можем знать, на самом деле, этого однозначного ответа. Ну, в частности, например, о посмертной жизни, там, есть какие-то неясности. Нет, существует, помимо всего прочего… Там, о том, как царствие Божие… По крайней мере, это теоретически возможно, кто-то может формулировать символ веры лучше. Еще раз говорю, если это так, то тогда христианство в лице, допустим, православия представляется только ограниченную истину. Религия не может так трактовать свой вопрос. Наука может согласиться с тем, что ее знание ограничено, что тот уровень понимания мира, который она достигает к определенному периоду историческому, что этот, на самом деле, уровень может быть в другой период уточнен, да, там… В религии… …и даже изменен совершенно. По крайней мере, в христианской религии. В религии это невозможно. Признается, что Бог не познаваем. Еще раз говорю, Бог может быть и не познаваем, если человек будет его познать. Что такое означает, что Бог не познаваем? Это означает, что сам человек своими усилиями к Богу выйти не может. Но из этого не следует, что сам Бог не может к людям выйти. Нет, религия это может двигаться. Еще раз говорю, ты не понимаешь, что такое Бог не познаваем. Бог не познаваем, если человек со стороны человека. Но Бог сам может человеку так открыться. Да, могут быть откровения. И поэтому христианство считает, что это та религия, в которой Бог в своем откровении явил истину. Бога не видел никто никогда. Никто из святых отцов не говорил, что больше никогда не будет откровений о Боге. Единородный Сын как бы его явил. И речь идет о том, что те откровения, которые уже получены, они не будут опровергнуты. Вот о чем речь. Но могут быть дополнения. То, что ты сейчас говоришь, это не относится к православному учению в полноте своей. В полноте своей православное учение не учит тому, что на самом деле истина может быть уточнена. То, что я сейчас говорю, это преподает народный православный университет. Тем не менее, такого не может быть. Потому что если религия допускает, что его истина не точна. Это означает на самом деле, что либо люди не знают Бога вообще, и что Бог в своем откровении им не открылся. Что странно немножко. Как это религия, которая утверждает что-то о Боге, допустим, что он является Троицей, что Бог воплотился, что очеловечился и прочее. Если религия хотя бы все в этом допускает, что это может быть как-то пересмотр, то это просто означает, что религия самой, ее самой нет. Я говорю, не пересмотр, а дополнение. Возможно, новое откровение о Боге. Почему до сих пор монахи уходят в пустыне, пытаются там какие-то откровения в будущем. Понимаешь, с точки зрения… Я же даже тебе больше сказал, что теоретически даже символ веры может быть сформулирован более то же. Ну, я понимаю, но у тебя представление просто о православии немножко искаженное. Православие, православное учение, оно не таково. И в православном учении никакого дополнения быть не может. И если ты посмотришь, как Осипов Алексей Ильич учит, он говорит о том, что я так всегда стараюсь есть возможность говорить не своими словами, а словами о святых отцах. Как? Соберет в церковный собор, формулирует… И почему он так говорит? Он почему так говорит? Да потому что ничего нового явлено быть не может. Никакой истины в открытии новой быть не может. Это… Ну, это теологу миносит. Нет, нет. Суть вопроса в чем состоит. Это не значит, конечно, что Бог не может в откровении новом открыться. Но он из того, что уже открыто, ничего измениться не может. Вот в чем проблема. А открыто почти как бы с точки зрения человеческого понимания ситуации. Открыто все. Может быть какие-то частности, какие-то дополнения еще может быть поступят. Но с точки зрения как бы, если рассмотреть православное учение во всей своей полноте, то там добавить и убавить нечего. Там это учение настолько разработано и разработаны такие детали, что там нечего там размышлять. Там, собственно, нет уже в дальнейшем никакого движения. Именно потому православие так законсервировано, что все уже, вся вот истина во всех многообразии, которая только мыслима, она явлена. И для того, чтобы возникло новое откровение, непонятно, что оно должно произойти. Понимаешь? Даже непонятно, в чем именно это откровение может явиться. Я еще раз говорю, в каких-то частных вопросах отдельным людям откровение по поводу отдельных фактов и событий является, может быть, и каждый день. Но вот в своем учении, да, вот в своей истины. Все очень просто. Жизнь на земле изменится кардинальным образом. И придется многое дополнять. И это уже происходит. Потому что православию приходится вырабатывать мнение по таким вопросам, как клонирование, там, это самое, как называется, усыпление-то больное. Да это все понятно, что православие там пытается, только православие, как и религиозные организации, но по многим социальным вопросам приходится вырабатывать свое мнение. Это же еще не кардинальное изменение жизни на земле. Жизнь-то меняется, и она в конечном итоге изменится кардинальным образом. Придется многое. Еще раз говорю, это говорит о том, что тогда православие есть человеческая организация. Человеческая организация будет в соответствии с изменением социальных условий жизни меняться так же социально. И что это какое-то отношение имеет к религиозной истине? Ну мало ли какие-то есть отдельные вопросы, по которым такая социальная организация, как православная церковь, должна будет это изменить свое мнение? И что, какое это отношение имеет к истине-то? Мы же говорим об истине, о каких-то фундаментальных вопросах, о Боге, как Троице, о том, что Бог очеловечился. Но здесь ничего не изменится. Ничего не изменится. Об этом речь идет, я же говорю про истину. И вот если человек пребывает в такой истине, для него уже невозможно никакое восприятие ничего другого. И все другое, допустим, другой способ понимания этой истины, для него будет ложью, либо заблуждением. В этом и состоит вопрос. Вопрос состоит в том, что всякое иное для такого понимания истины, оно неприемлемо, оно не рассматривается и не может быть принято. Вот в чем проблема. В лучшем случае оно может быть принято, как мы сейчас говорили, что это по степени менее развита истина. То есть на самом деле православный человек будет говорить, что вот мы находимся в истине, а вот все остальные представления религиозные, они там как бы меньше знают истины, они как бы еще только недоразвитые какие-то способы понимания истины. Но это в лучшем случае. Только если мы спросим опять же мусульмане, то мусульмане наоборот скажут, что православные крестьяне ошибаются, что вот они дают Богу сотоварищи. А на самом деле Бог один, и нет никаких у Него сотоварищей. Иисус Христос – это только пророк. Понимаешь? И точно так же будут считать, что вот эта истина им явлена, и точно так же в откровении она явлена Мухаммеду. И понимаешь, здесь невозможно переубедить, здесь нет возможности, никакого возможности диалога здесь нет. Проблема истины состоит в том, что она одна. Единственный способ на самом деле справиться с этой ситуацией, этот способ как бы предлагает нам постмодернизм, как признать на самом деле, что истин может быть много. То есть то самое многобожие, если говорить религиозным языком, которое царствовало в период до, ну как мы знаем в истории, до как бы того, как христианство было явлено на аванс сцене истории. Но деградируешь. Подожди, вот видишь, теперь у тебя возникает понятие деградировать. Что такое истин много? В философии это называется постмодернизм. Это означает на самом деле, или там мультикультурализм это называется, если брать культурологию. Это означает, что есть много культур. Каждая культура представляет собой некую целостность, замкнутую целостность, которая самоопределяется исходя из своей внутренней жизни, из своего внутреннего содержания. И соотнести вот разные культуры невозможно. Почему? Потому что нет единого основания. Каждая культура самоценна. Внутри каждой культуры есть определенный род содержание. И это содержание существует только в соотнесении с самим собой. Хочешь сказать, что у всех этих культур нет ничего общего? Что? Ты можешь найти только нечто общее, сводя эти культуры, например, японскую культуру и европейскую культуру, к некому единому основанию. Нет этого единого основания. Конечно же, если мы с позиции европейской культуры будем приглядываться к японской культуре, что-то мы увидим близкое нам. Но там тоже люди, и мы тоже. Но, тем не менее, мы можем неправильно это понять. Потому что то, как мы видим, оно определено нашим взглядом. Мы из своей культуры, как из некой сферы, смотрим на другую культуру, и мы все будем интерпретировать в этой культуре, исходя из нашего понимания, что такое человек, что такое окружающий мир и прочее. Можно изучить японскую культуру. Можно. Можно изучить японскую культуру. И посмотреть на него. Правильно. Единственный способ. Теперь я просто расскажу. Единственный способ объединить две культуры, когда человек, воспитанный, например, в европейскую культуру, едет в Японию, живет там 20 лет, впитывает эту японскую культуру, и тогда только он внутри себя сможет соотнести две культуры. Никакого другого основания нет. Но этого основания все равно нет. Его невозможно вот это вот основание, как он сведет эти две культуры, вот так вот взять и выложить. Он просто сможет в силу своего опыта, в силу того, что вот внутри него эти две культуры как-то соотнести на непонятно как. Очень сложным хитросплетением. Понимаешь? Таким хитросплетением, что, может быть, и выразить это будет не так легко. Он будет понимать, да, вот, будет понимать разницу, сможет их как-то соотнести и прочее. Но, тем не менее, общего для всех одинакового, какого-то абстрактного способа, какие две культуры будут сведены к одному основанию, такого способа нет. И быть не может. Я тебе могу сказать такую вещь, что все культуры будут как-то соотнесены друг с другом, но, естественно, это произойдет не в кабинетах, а в реальной жизни. Так вот, если честно, есть такая проблема, философская проблема, да, вот мы перешли, мы сейчас поговорили немного в религиозном ключе, а теперь немножко как бы вернемся к философскому основанию этой проблемы. Она состоит в том, на самом деле, что существует два способа разговора о бытии. Можно сказать, что бытие любого сущего в мире одно и то же, что бытие одно. Вот мы говорим, стул есть, мы говорим, стол есть, мы говорим, человек есть, мы говорим, собака есть, есть, растение есть и так далее. И вот эти вот слова есть каждый раз, это одно и то же. Что сказать, собака есть, что сказать, человек есть, что сказать, стул есть, это одно и то же есть. Это вот один способ говорения. И на основании вот такого способа говорения мы можем сказать, что все в мире едино. Почему? Потому что все в мире отнесено к одному бытию. Бытие, смысл бытия один, и весь мир, значит, вот он един. Потому что в смысле хотя бы своего бытия он представляет Представляет собой нечто одно. Это один способ говорения. А второй способ говорения состоит в том, что... А не получается ли так, что когда мы говорим, что человек есть, когда мы говорим, что стол есть, это есть разное? Не получается ли так, на самом деле, что человеческое бытие и бытие стола – это бытие несоотносимое? То, что человек... Человеческое бытие – это жизнь. А стол – это нечто неодушевленное, это нечто непонятно что, зависящее, в том числе, от этого человеческого бытия. Так вот, современная философия, эта проблема стояла давно уже, она просто очевидна, например, Гегель о ней говорил много. Естественно, есть какие-то различия. Нет, 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 суть теперь вопроса. Суть вопроса состоит в том, а не получается ли так, что наш мир не представляет собой нечто одно? Почему ты думаешь, что мир представляет собой одно, а не регионированное, регионы? Вот представьте, что наш мир, на самом деле, это не одно, а один огромный шар, в котором все одно, и все приведено в некое единое основание. А что он представляет собой много разных шаров, которые друг с другом не соотносятся никак. Почему тебе не представить, на самом деле, что бытие, там, людей, бытие, даже Дикчук говорит, бытие людей, бытие животных, бытие растений, разное бытие, бытие неодушевленных предметов, другое бытие, бытие предметов, которых мы производим, допустим, вещи, третье бытие и так далее. Не получается ли так, на самом деле, что этот вопрос о регионировании бытия, что наш мир разбит на некоторую роду дикорегионы, существенным образом разбит, и эти регионы очень сложно соотносимы. Вот, например, есть политика, вот, если мы теперь переходим в дискурс, как бы, ну, если мы перейдем к культуре, да, вот, то же самое, пытаемся эти регионы увидеть в культуре. Внутри культуры есть политический дискурс, внутри культуры есть дискурс эстетический, этический дискурс есть. И я не скажу, что их так вот легко соотнести. Вот, например, вот, есть политика, есть этика, есть эстетика. Эстетика говорит о красоте, политика говорит, там, о власти, там, этика говорит, о, это, о добре, там, говорит, о правильном поведении. Есть дискурс философский, да, там, есть дискурс научный, там, есть дискурс религиозный. И много очень таких вот регионов, отдельных регионов в культуре, которые с друг другом трудно соотносимы. Об этом, вот о таком эффекте, в современной философии говорят как о дискурсах. Понимаешь, это вот внутри одной культуры. Не говорят о том, что с разной культуры, например, культура европейская, культура японская, китайская, культура каких-нибудь стран, народов каких-нибудь африканских стран или латиноамериканских. Ну, я тебе скажу такую вещь. Все реки впадают в море. Другими словами, если мы возьмем и проведем такой эксперимент, возьмем человека, посадим его в комнату и будем его учить одной философии, и больше ничему не научим его из этой жизни, ничего у нас не получится. Потому что каждый человек – это некая целостность, и в нем все эти дискурсы как-то сплавлены в той или иной степени. Еще раз, это не так. Понимаешь, ты как тут недавно говорил о темности каких-то людей, а сам представляешь собой эту темность. Понимаешь, такое состояние мира, когда мир разбит на такого рода регионы, оно возникло не сразу. Изначально, в том числе и благодаря христианству, например, Гегель пытался все вот эти различные области и дискурсы, различного рода философии, науку и прочее, все свести в нечто одно. Он и потому и занимался системой созидания, потому и строил единую какую-то одну систему, потому что он точно так же верил, что мир един, что принципы этого мира пронизывают все сущее, сверху донизу, от камня до человека, и до Бога дальше, и что все как бы в целом одно. И это была такая вот вера сильная, которая порождала вот такого рода философства, типа, например, гегельянский. Хотя, на самом деле, это началось с недопамятных времен, еще у греков там, с параменида началось. Так вот, после Гегеля как бы поняли, что это просто не соответствует реальности, что это не так. По факту поняли, понимаешь, бесполезно строить системы и пытаться нивелировать вот это различие, да, и свести одно, все постоянно сводить, все различия сводить к какому-то единству. Не получается так. На самом деле, по факту так оказалось, что, на самом деле, мир религионированный. Это по факту. Понимаешь, это своего рода некого рода открытие, в этом открытии есть определенного рода удивление, что мир, на самом деле, устроен сложнее, чем мы о нем думали. Мы думали, что мир прост, что вот он такой один, простой, единый. Да, и что, как бы, человек в любом месте человек, как бы, что культура в любом месте культура, язык везде язык. Мы так думали, на самом деле, мы думали, что все представления, вот, есть некоторая система, допустим, категории, да, вот, как философия. И эта система категории, она верна для всех. Для всех культур, всех времен и народов. На самом деле, оказывается, это не так. Понимаешь, что у разных народов разные категории, там, разные понятия, там. Не говоря уже про исторические периоды. Ну, ты же говоришь о том, что мир многообразен, кто с этим говорит? Нет, неправильно. Но делать из этого вывод... Ты не понимаешь, что такое мир многообразен. Что японец не человек, а человек только европеец, я бы не знал. Нет, ну просто у тебя есть... А в твоей региональности конечный вывод будет именно такой. Ну, есть некоторые вещи, которые... Что человек только я, а все остальные, это вообще неизвестно, что такое. Мы же все регионализированы. Друг другу не сводимы. Поэтому ничего общего у нас нет. Поэтому человек на этой земле, я один, я человек, а все остальные, это так. Неизвестно, что такое. Другие, которые надо в лучшем случае, как бы, обходить, а в худшем просто... Понимаешь, если ты чего-то не понимаешь, то лучше вот эту ерунду не говори, потому что у тебя есть некая граница, дальше которой ты никогда не поднимешься. Понятно, я не собираюсь это поднимать. Да, потому... Пробедуешь это я должен это поднимать. Нет, и поэтому ты и не поймешь никогда. Ну, конечно, я все прекрасно понял. Ты ничего не понял. Причем здесь человек? Причем здесь человек? Каждый человек на своем языке называет себя человеком. Каждый. Один скажет «менш», другой скажет «мен», третий скажет «человет». Там еще какое-то слово, которое означает «у каждого будет везде человек». И что из этого следует? Почему ты думаешь, что если «менш» по-немецки, это ты переводишь «человек», что в слово «менш» немец вкладывает то же самое смысл, прямо однозначно, что и ты? Откуда ты это знаешь? Откуда взялась такая уверенность, на самом деле, что перевод с языка на язык – это просто простое механическое действие? Слова заменил и все. Почему ты так вот, почему ты так вот, откуда взялась вообще такая прямолинейная уверенность, на самом деле, что все как бы нечто одно и простое, и надо только просто в этом простом разобраться один раз и все. Я думаю, даже больше, даже мы с тобой в понятие человека вкладываем не совсем одно и то же. Ну, и что? А отсюда, если эти… это же простой пример, который ты приводишь, понимание человека. А если брать далеко отстоящие друг от друга культуры, то там это развлечение может быть еще более фундаментальное. То есть, конечно же, понимание возможно, как я еще раз сказал. Но это понимание сложным образом устроено. Ну, что же делать? Нет, что же делать? Дело не в этом. Просто в нашем отношении… Столько интереснее. Нет, в нашем понимании мы же разговариваем об истине. В нашем понимании тогда мы даже не только не можем, на самом деле, понять… Если мы говорим об истине, мы не только не можем понять, в чем состоит истина, а мы даже не можем соотнести понимание истины в различных культурах. Вот одни, допустим, буддисты, как-то понимают по-своему истину, ты как-то понимаешь по-другому истину, как будущий европейцын. То есть, ты считаешь, я не в состоянии понять буддизм, что ли? Или ты не в состоянии понять буддизм? И ты не в состоянии соотнести буддизм и христианство? Ещё раз говорю, что… Или исламо-христианство не соотнести? В чём-то… Ещё раз, вопрос состоит в том, что на самом деле мы не можем… В чём-то, на самом деле, мы друг друга можем понять, да. Но в чём-то, быть может, да, мы не можем понять, да, соотнести. То есть, на самом деле, есть границы нашего понимания. Они связаны с принципиальной непереводимостью, с принципиальной несоизмеримостью различного рода… Давай тогда будем поставить до конца, что два мусульманина не могут понять друг друга. И в чём-то у них есть границы, в которые они не смогут перейти, как бы никогда не смогут. Этот разговор о том, что о несоизмеримости, он применим, конечно, и к отдельным людям. Это тоже… И много есть других вещей, к которым этот разговор применим. И два человека не могут друг другу понять. Мы говорили, что каждый замкнут некую сферу субъективности. И две субъективности, двум субъективностям трудно соотнестись. Единственный способ это сделать – это просто долгое общение, и постепенно на фоне долгого общения возникает какое-то взаимопонимание. Так вот, если два человека одной и той же культуры имеют такие проблемы, то тем паче две культуры, которые пытаются соотнестись, имеют эти проблемы. И тем паче культуры, которые разнесены, на самом деле, очень существенно. Как какая-нибудь культура народов какой-нибудь Африки, я не знаю, Мумба-Юмба, и европейская культура. Я думаю, если будет обоюдное добровольное желание понять друг друга, то это будет возможно. А если такого желания не будет, а будет желание ограбить друг друга, тогда, конечно, понятно. Ай, Валя, ну вот это называется ограниченность. То есть, в основании всё равно лежит одна истина. Истина всё равно одна. Правильно? У тебя, так говорят, что всё может свести к единому основанию. Истина, значит, одна. То есть, есть единое основание мира. Мир один. И всё может свести к этому единому основанию мира. Ну, я говорю, современное представление о философии этой культурологии, антропологии, оно не таково. Потому что нет такого единого основания. Нет его, понимаешь? По факту. Прежде всего, это как бы заметили антропологи. А когда они изучали другие народы, они вдруг удивились, на самом деле, что многие вещи другие народы понимают совсем по-другому. И даже непонятно, как их это объяснять и как их соотносить. Мы, конечно, можем пытаться, ещё раз говорю, понимание возможно. Но это понимание, оно специфическое, понимаешь? Мы не можем ручаться за то, что мы понимаем, о чём идёт речь. Очень так же, как про совесть, на самом деле. Влад, ты мог бы это рассказывать? Ну, ты можешь это рассказывать наивным всяким слушателям. Ну, я как бы вот изучил коммунизм, изучил христианство. По диагонали там с буддизмом, с исламом познакомился. Собираюсь с ним более детально познакомиться. Ну, и всякие разные другие теории. Всё я в состоянии понять, понимаешь? В состоянии. У тебя, может быть, там существуют какие-то непреодолимые какие-то вещи. У меня таких непреодолимых вещей. У меня таких непреодолимых вещей. Больше всего мне интересно. Ты что-то говоришь о том, что ты понимаешь, что меня не понял. Вот я говорил на протяжении получаса, а ты ничего не понял просто. Но ты утверждаешь, что люди не способны понять друг друга. Нет. Я не утверждаю это. Я утверждаю, на самом деле, что культуры друг к другу не сводимы. Потому что нет единого основания этого сведения. Не сводимы. Если бы люди способны понять друг друга, значит сводимы. Люди! Нет. Люди из разных культур способны понять друг друга и договориться, значит сводимы. Хорошо. Если бы они были не способны на это, если бы это было не возможно ни для кого, тогда были бы не сводимы. Если хоть один человек в состоянии понять другую культуру, значит сводимы. Каким образом? Вот через этого человека, через его опыт. Конечно, проблема в чем состоит? Проблема состоит не только просто в том, что один человек может внутри себя две культуры попытаться как-то соотнести. А проблема состоит в том, чтобы на самом деле выяснить истину. Вот в чем проблема состоит? Истина, в чем состоит истина? Вот есть две культуры, ты их сравнил, они разные. В чем состоит истина? Истина на какой стороне находится? На стороне одной культуры или другой? Я думаю, они дополнены друг другу. А истина останется там, на горизонте, понимаешь? Она всегда будет там, а мы можем только дополнять ее бесконечно. Только дело не в этом состоит, истина одна получается, она там на горизонте, но она одна. Конечно. Но в этом и стоит проблема. А договариваться придется еще не только с другими культурами, но даже с другими разумами, может быть, если они существуют во Вселенной. Правильно. И искать общее основание, представляешь? И кто-то это сможет сделать, а ты не сможешь, а другие смогут. Вот в этом состоит проблема. То есть мир одномерный, истина одна, и он одномерный. Так у тебя получается. Понимаешь, я не утверждаю на самом деле, что мир обязательно многомерен или мир обязательно одномерен. Но ты вот считаешь, почему ты уверен, что уже дан ответ, что мир одномерен. Я тебе скажу, послушай, раз появились мировые религии, значит личности, вот эти личности, которые не сводимы друг к другу, у которых нет общего основания, нашли это общее основание. Каким образом? Если религий много. Через мировую религию. Каким образом? Религий-то много, и они спорят с друг другом. Ты сам себе противоречишь. Если бы основание было одно, то все мировые религии можно было бы свести к одной религии. Почему они не сводимы? Ну потому что изоляция была большая. Да какая изоляция? Ну сейчас нет изоляции. Ну слишком быстро ты хочешь. Плавится все в один котел. Подождение сразу. Хорошо. В общем, какую проблему хотел заявить? Хорошо. Мы обозначили две позиции. Ты стоишь на позиции, что существует одна истина, а я стою на позиции, что возможно, что мир будет… Потому что люди никогда не объединены. Нет, подожди. Мир регионирован, и истин может быть много в этом смысле. Потому что в каждом регионе, естественно, своя истина. Вот в чем проблема? Я просто хотел такую другую проблему судить. Я просто хотел объяснить, почему возникает непримиримость, которая доходит до взаимного уничтожения и прочего. Возникают религиозные войны, крестовые походы, взаимные рожда. Да, объяснишь, каким образом крестоносцы разграбили Константинополь? Объясни, хорошо. Они же разные культуры. Я просто послушай, о чем речь идет? Речь идет именно о том, что ты сейчас лично проявляешь вот эту непримиримость. Ты почему-то считаешь, что когда я говорю о том, что истин может быть много, ты даже не допускаешь, что может быть это так. Потому что ты сам говоришь о том, что мы много чего не знаем, где истина на горизонте. Но почему-то я, говорящий о том, что истин будет много, обязательно ошибаюсь. Истина, конечно, на горизонте. Но я, всегда сидящий рядом и считающий, что дело обстоит иначе, почему-то уже чуть ли не врагом твоим становлюсь. Проповедую тебе истин о Боге и прочее. То есть ты даже понять не хочешь о том, что мы говорим? Нет. Дело в том, что если истин много, то тогда люди между собой никогда бы не могли договориться. Так и происходит. Ну а происходит, договариваются же. Еще раз говорю, это то, что в частности люди договариваются… Даже два любых человека не могли между собой договориться. Да почему? Да это неправильно. Но они же находят какую-то общую основу. Еще раз говорю, я же тебе уже объяснил. Один человек, который жил в двух различных культурах. Можете две культуры соотнести. Два различных… Подожди. Вот тебе общее основание для всех культур, которые существуют на Земле. Это закон. Пожалуйста. Все культуры к нему сводятся. Нет. Ну какая они сводятся? Где вот у нас живут без законов? Еще раз говорю, что это дело не в том, что законы. Просто понятие закон… Откуда берется? Что такое закон? Вот по-твоему. Что? Вот ты будешь говорить о том, что есть законы природы. А другой будет говорить, что нет никаких таких законов. Что есть законы Бога. И они могут измениться в любую секунду. А другой будет говорить, что законы природы – это нечто неизменное от века в век данное. А третий будет говорить, что никаких таких законов нет на самом деле. Что везде только произвол и все, что хочешь. Что это просто определенный род статистическая повторяемость, не доходящая до закона. Понимаешь, что по каждому, по любому вопросу можно, без относительного культуры, можно высказать несколько мнений. Но дело даже не в этом, на самом деле. Я вообще под законом другое. Хорошо, дело даже не в этом. Дело вопроса, вот в чем состоит. Вопрос состоит в том, что в каких-то частностях, естественно, люди, практически общающиеся друг к другу, могут о чем-то договориться. Практически общающиеся. Но когда дело доходит до идеологии, когда дело доходит до каких-то существенных культурных различий, то вот это вот договоренность невозможна, оказывается. Это по факту, вообще раз говорю, это по факту так. В частности, может быть, кто-то сможет и на этом пути найти какое-то примирение. Но тем не менее, это невозможно везде и всегда. Тем не менее, по факту, как бы, вот остается от нас регион, там, мусульманская культура, и остаются регионы и иудейская культура отдельно живет, и европейская отдельно, и японская и прочее. Все это по факту, понимаешь, по факту нам говорит о том, что каждая культура стремится замкнуться в некоторую свою самобытность, и в этой самобытности пребывать. И более того, она противится влиянию, например, и влиянию извне. Допустим, мусульманская культура, вот она, вот эти вот американские, всякого рода навязанные ценности, она всячески пытается от них изолировать, от их влияния, изолироваться. Но только не в Турции, допустим. Ну не в, подожди, 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 дело же еще раз говорю, не в каких-то конкретных... Там тоже мусульманская культура, однако все американцы... Давай в одну кучу все не сваливать, это я же просто привожу примеры, на самом деле. Значит, нет такой особенности мусульманской культуры. Ну хорошо, у тебя такой особенности нет, это же несущественно. Существенно состоит в том, что любая система, которая хочет находиться, стремится находиться в неком гомеостазе, в неком равновесии. И всякого рода нарушения этого равновесия со стороны другой системы, она рассматривает как агрессию. И стремится от этой агрессии изолироваться от себя. Это нормальное состояние. Другое состояние... А другое состояние системы, которая является агрессивной, она пытается... Она считает, что истина только у нее. Например, в каком-то смысле, например, европейская культура в лице американцев. Они считают, что политические системы, эти ценности, которые существуют у них, они являются истинными. И они пытаются навязать эти ценности, эту культуру всему остальному миру. Везде насадить демократию, везде насадить свои ценности. Свободы личности, личных свобод и прочее. Считаю, что это вершина, это истинное состояние общества. И дело даже не в том, что там, конечно же, всегда существуют конъюнктурчики. Конечно же, всегда и везде существуют всякого рода хитрые люди, которые пытаются на этом деньги заработать и прочее. Это все понятно. Но это никогда к этому не сводится. Только к этому. Потому что всегда существует изначальное движение. Кто-то считает, что его позиция, его состояние общества, его мировоззрение является истиной. И на этом основании, что он в истине находится, пытается проповедовать другому, другой культуре, другому мировоззрению, другим людям. Проповедовать эту истину, нести свет в эту тьму. А те на другой стороне. Точно так же считают, что не они-то во тьме. Они считают, что они во свете. И когда им другие агрессивные люди несут какую-то культуру, смещенным, причем смещенным и огнем, то они в этом не видят никакого света. Они в этом видят только варварство, насилие и прочее. Ну я тебе же сказал. Гостоносцы ехали воевать с мусульманами. Да ладно, ладно. Разграбили Константинополь. Всегда можно найти такие вещи. Такие вещи можно найти в любом. И в христианстве можно найти такое. Стяжатели и прочие примеры. Все можно, конечно, так или иначе и так объяснить. Объяснить их там, чтобы есть какие-то корыстные интересы. Но на самом деле к этому не сводится. Если все к этому сводилось, то все было бы очень просто. На самом деле, как бы, вот есть изначальная проблема того, что истина одна. А я, Булат, не верю, что люди вообще когда-нибудь воевали из-за идей. Ну понятно. Потому как бы я и не верю, что ты христианин. Понимаешь? Знаешь, из-за чего люди воюют? Да, из-за чего? Из-за денег воюют, конечно. Только из-за денег воюют. Да. Ну понятно. Только из-за материалов. Ты знаешь, что ты одно поймешь. На самом деле, Валя, я уже много, уже утомился, как бы, говорить на самом деле об этом. Но твое представление о людях, что люди просто подлы, низкие, они ни к чему не идут. Да что ты говоришь? Наоборот. Неужели ты готов убивать за идею? Почему здесь убивать за идею? Я же тебе говорю, никто никогда нигде не убивает за идею. А почему ты считаешь? Ну так правильно я тебе об этом и говорю. Только приходится потом убивать за конкретное золото, за еду, за территорию. А идеями прикрываются. За идеи никто никогда никого нигде не убивает. Валя, ты меня никогда не хочешь услышать. Приходят добрые люди и проповедуют, конечно, идеи. Никаких убивать они не приходят. Только почему-то их убивают? Их убивают. А другие добрые люди приходят из-за этих первых добрых людей мстить. И наказывать тех, кто убил этих добрых первых людей. Это же поверхность. Это не поверхность, это и есть суть самого явления. Приходят первые люди, вмешиваются в чужую культуру и приносят якобы свет. А на самом деле, с точки зрения тех людей, которым этот свет приносится, это тьма и варварство, и разорение, и уничтожение ценностей. И они пытаются эти ценности свои сохранить и оберечь. И в частности, приходится и куда деваться. Скажи мне, за какие ценности ты готов убивать? Ладно, я не хочу все это превращать в куконный разговор. Ты вот говоришь, что люди убивают за ценности. Я спрашиваю, за какие ценности ты готов убивать? Люди не убивают за ценности. Я часто говорил о примере, где одни люди убивают за других людей. Одни люди наказывают других людей за то, что убили их добрых товарищей. За то, что их добрых товарищей убили люди, люди другие готовы наказывать, судить и убивать. Правильно. Правильно. Так это и неправильно. А кто… Еще раз объясняю. А кто, на самом деле, заставлял их приходить и проповедовать учения, которые здесь не приветствуются, и взгляды, которые здесь не рады? Пришли люди, да, агрессивным образом, как бы, и проповедуют свои идеи, потому что считают, что они истинны. Понимаешь? И то, что в результате этого проповеди они, как бы, оплатятся своими жизнями, так это их проблема, этих людей. Но, тем не менее, все всегда вот именно так завязывается. Все всегда завязывается через то, что приходится бесконечно, как бы, наказывать вот этих вот, бесконечно мстить за добрых людей. Везде всегда все возникает вот через вот это вот бесконечное, как сказать, бесконечное попытка найти справедливое возмездие за определенного рода действия. А те, друзья, за что убили, которых убили первыми? Ну, потому что они первые пришли и навязывают, их убили, потому что они навязывают свои идеи агрессивно. Их попросили уйти, они не хотели уходить, они готовы были стоять за свои идеи там, насмерть, и поплатили смертью. Ну, ты придешь в чужой монастырь и начнешь что-то проповедовать, и он скажет, ну, уйдите отсюда, вы нам здесь, это, мы просим вас уйти, по-хорошему. Ты по-хорошему не уходишь, что с тобой делать? Ну, выкинули тебя. Ты все равно приходишь, условно говоря, влезаешь в окна и там, и орешь, там, мегафон и так далее. Понимаешь? То есть ты, как бы, сам нарываешься, и в итоге, как бы, может оказаться то, что кто-то не выдержит. Не важно, чтобы ты проповедовал. Конечно, не важно. Спасибо. 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 Спасибо.